Россия и Абхазия Сергей Багапш отметил исключительную важность таких мероприятий, ведь они способствуют еще большему сближению России и Абхазии. Конференцию открыл фильм о красотах и достопримечательностях Абхазии. Природные особенности равнят Абхазию с лазурным берегом Франции. В этих местах более 200 солнечных дней в году. Температура морской воды высока даже поздней осенью, а ее состав целебен. Купальный сезон длится с мая по октябрь. Курорты Абхазии, ее санатории, пансионаты и гостиницы расположены на склонах гор, в долинах рек и на берегу моря. Здесь можно совершить путешествие вглубь эпох и увидеть свидетельство легендарного прошлого Абхазского царства. Первым взял слово министр иностранных дел республики Сергей Шамба. Он рассказал о длинном пути обретения Абхазии независимости. Заявил, что события августа прошлого года полностью изменили общемировой баланс сил. И только благодаря России в регионе восстановились стабильность и спокойствие. После официального признания Российской Федерации уровень наших взаимоотношений в соответствии с нормами и правилами установления равноправных отношений между независимыми государствами вышел на новую позицию. Определение прочных добрососедческих отношений с Россией это не только упрочение позиций в рамках ближайшего жизненного пространства, но также залог комплексного и поступательного развития наших государств. Анализируя уровень русско-абхазских отношений, следует опомянуть, что Россия непосредственным образом заинтересована в том, чтобы Абхазия предстала перед мировым сообществом как состоявшееся государство. Наша республика, будучи еще не признанной ни одной независимой страной мира, уже являла собой пример относительного самодостаточного субъекта международного права со всеми атрибутами, присущими независимым государству. Одной из первоочередных задач нашего государства на современном этапе является развитие и поддержание основ демократии в стране при активном конструктивном сотрудничестве с внешним миром. Абхазия стремится к поддержанию и развитию со странами мира дружественных отношений на основе взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества. Сотрудничество должно быть нацелено также и на поступательное экономическое развитие, интеграцию в региональную и мировую инфраструктуру. В этой связи внешнеполитетическое ведомство республики работает над решением и углублением международных контактов, участвует в международных дискуссиях, конференциях, форумах и, несмотря на ограниченность в ресурсах, лоббирует интересы нашего государства перед мировым сообществом, неизменно отстаивая интересы Абхазии на международной арене. На сегодняшний день основным партнером республики Абхазии на международной арене является Российская Федерация, с которой Абхазия связана тесными узами дружбы. Между нашими государствами заключен договор о дружбе и сотрудничестве, сотрудничестве и взаимной помощи, который открывает перед нашей республикой огромные возможности в социально-экономической, торговой, культурной, военно-политической и других сферах. Кавказ – это прекрасный уголок мира. Мы это повторяем сотни тысяч раз. Видимо, поэтому этот край всегда был привлекательным для завоевателей разных мастей. Мы забываем о том, что Кавказ – это единая цивилизация, где народы очень похожи друг с другом, где традиции очень близки, где очень высоко всегда отселилось человеческое достоинство, честь, совесть и так далее. Но прошли века, и нас, кавказцев, одних сделали мусульманами, вторых – христианами, одних заставили поддерживать, одних – завоеватели, вторые поддерживали, вторых – завоеватели. И в результате Кавказ оказался в взорванном состоянии. И, следовательно, это не могло не привести к тому, что мы начали друг с другом воевать. Мы начали уничтожать друг друга, мы начали свергать друг друга. Будучи неспособными уже оказывать сопротивление кому-то со стороны, мы стали показывать, какие мы, такие сильные, оказывая сопротивление друг другу. Кавказ, где тысяча проблем решалась путем самоуправления, самоорганизации. И где сегодня фактически отсутствуют механизмы решения тех проблем и конфликтов, которые возникают, и которые провоцируются разными силами в кавказском направлении. К сожалению, развал Российской империи однажды, а потом, еще большему сожалению, развал Советского Союза привело к тому, что возникли или возродились тысячи конфликтов, которые были, спровоцированы различными третьими силами на Кавказе. И развал Советского Союза не оставил фактически никаких механизмов для разрешения этих конфликтов. Скорее всего, процесс становления абхазского государства необратим. Но неужели российско-грузинские отношения останутся также на нулевой отметке? Я очень надеюсь, что не затянется все-таки процесс какого-то сближения между российским и грузинским народом. Есть такая очень большая необходимость. Это сближение обязательно должно сопровождаться улучшением отношений между Россией и Грузией. Когда говорят о том, что народы России и Грузии традиционно близкие, духовно связанные между собой народы, то это совершенно истинно, это правда. Проблема, однако, в том, что есть объективная трудность в отношениях между двумя этими народами. Она создана искусственно, создана нынешним режимом Грузии. Когда между двумя странами существует, например, близовой режим, то это ясно показывает, что и народы искусственно, но отдалились друг от друга. Это надо преодолевать, надо преодолевать, идти по пути поисков взаимопонимания, улучшения отношений. Мне кажется, что сейчас на уровне государственных отношений рассчитывать на сближение трудно. А вот по линии связи между народами России и Грузии здесь нужно искать все пути, любые тропинки, для того, чтобы налаживались связи, для того, чтобы контакты переходили в, возможно, более широкие дружественные отношения, так, чтобы это начинало оказывать влияние и на внутренний расклад в Грузии, так, чтобы грузинские власти были вынуждены считаться с настроениями населения Грузии в пользу укрепления и развития отношений с Россией.